Окунулись лихие 90-е. Так можно охарактеризовать итоги рейда общественников по продаже снюса несовершеннолетним на нижней террасе. Предприимчивая женщина-продавец после продажи синтетической дряни ребенку отказалась отвечать на вопросы общественных активистов, оправдавшись, что мальчик ей показал паспорт с телефоном. Увидев камеру, женщина наглухо забрикадировалась в торговом ларьке. Я бы вообще, если честно, сносил бы такие ларьки. У нас уже не один случай такой зарегистрирован, где на самом деле детям продают такие. На секунду подснимите, вот дети стоят. Вот просто 4 человека только, 6, 7, 8. Для выяснения всех обстоятельств общественники вызвали наряд полиции. Надо сказать, что камера нашей съемочной группы привлекла много внимания взрослых и особенно детей. К месту действия подкатило сразу несколько тонированных машин, а мимо проходящие люди кивали в сторону и говорили, что этот ларек, торгующий всякой дрянью, пора давно закрыть. Детей и подростков, в свою очередь, распирало от любопытства, что случилось и где их потом покажут по телевизору. Причем пара мальчишек похвасталась корреспонденту, что они здесь неоднократно покупали снюс. Людей вокруг торговой точки с каждой минутой становилось все больше. Одним из вновь прибывших оказался адвокат хозяина ларька. Причем, как выяснилось, пару недель назад в этом же киоске активисты проекта «Народный контроль» уже ловили продавца на продажу снюса несовершеннолетним. Со мной заключено соглашение на представление интересов лиц, которые являются владельцами данного киоска. В установленном законном порядке будет проведено административное расследование по данному факту. И по результатам данного расследования будут приняты решения, которые будут говорить о виновности или невиновности лиц. Отработанная схема была продемонстрирована в действии. Юрист сам вызвался ответить на вопросы журналиста, отвлекая внимание оператора. Пока прибывшая оперативная группа за пару минут вскрыла киоск и зашла внутрь для следственных действий. В съемочной группе канала «Управда ТВ» незаконно ограничили доступ в помещение. Я имею право пройти. Подождите, здесь места некуда проходить. Давайте мы следственные действия сначала проведем. Я ничего не собираюсь дальше проходить. Мне нужно просто услышать. Девушка, вы не можете проводить следственные действия, осмотр места происшествия. Вы мешаете проводить фотосъемку. Я вам не мешаю. Я просто хочу услышать, что говорит продавец по этому факту. Вот вы с ней поговорите сейчас. Мы сначала пройдем следственные действия. Я представитель средств массовой информации. Вы участвуете в следственных действиях? Я имею право. Вы в протоколе осмотра места происшествия указаны? Нет, а вам ничего не мешаю. Я понять не могу. По факту продажи с Ньюса несовершеннолетнему был составлен административный протокол о нарушении соответствующего закона. Также из торговой точки была изъята синтетическая никотиновая продукция на время выяснения всех обстоятельств. Наталья Чумаченко, Данил Сурков. Новости Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова